Кое-что хочу прочитать вам. Послушайте. Проверка своих возможностей. Однажды дождливым днём 15-летний энтузиаст Джон Годдард сел за кухонный стол в своём доме в Лос-Анджелесе, взял листок бумаги и озаглавил его «Цели моей жизни». Под заголовку он написал «127 жизненных целей». С тех пор Джону Годдарду удалось достичь 108 из них. Взгляните на записи Годдарда, приводимые ниже. Там обозначены непростые и лёгкие цели. Они включают в себя покорение горных вершин, исследование обширного водного пространства, умение преодолеть милю за 5 минут, прочтение полного собрания сочинений Шекспира и британских энциклопедий. Итак, цели Джона Годдарда. Исследовать рейхи. Нил, Амазонку, Конго, Колорадо, Янзы, Китай, Нигер, Западная Африка, Ореноко, Венесуэлла, Коко, Никарагуа. Изучить примитивные культуры. Конго, Новая Гвинея, Бразилия, Барнелл, Судан, едва не погиб там в печаной буре, Австралия, Кения, Филиппины, Танзания, Эфиопия, Нигерия, Аляска. Покорить горные вершины. Эверест, Акангагуа, Аргентина, Маккинли, Ауаскаран, Перу, Килиманджаро, Арарат, Турция, Кения, Кук, Новой Зеландии, Попокатепетель, Мексика, Матерхорн, Рейнер, Фудзи, Везуви, Бромоява, Гранд Титон, Барди, Калифорния. Заняться медициной и исследованием. Изучить симптомы и болезни примитивных племен. Посетить все страны мира. Изучить племена индейцев, Навахо и Хоппи. Научиться пилотировать самолет. Совершить конную прогулку в Роуз-Перрот. Сфотографировать водопады. И Гуасу, Бразилия, Виктория, Сатиролин, Новая Зеландия. Иосемийский, Ниагара. Повторить путь Марка Пола и Александра Македонского. Подводные исследования. Коралловый рифм во Флориде. Большой барьерный риф Австралии. Сфотографировать морского моллюска весом 300 фунтов. Красное море. Острова Фиджи. Баганы. Исследовать торфяные месторождения Окефеноки и Эверглейс. Посетить северные и южные полюсы. Великую Китайскую стену. Панамские и Советские каналы. Остров Пасхи. Голубогорские острова. Ватикан. Видел Папу Римского. Тадж-Махау. Эйфелеву башню. Голубой грот. Лондонский таур. Падающую Пизанскую башню. Священную стену Чечен-Инза-Мексика. Забраться на скалу Айрес-Австралии. Проследовать по реке Иордан от Галилейского моря к Мертвому морю. Искупаться в озерах Виктория, Верхняя, Таганьика, Титикака, Южная Америка, Никарагуа. Научиться и выполнить. Стать скаутом. Орлов будет скаутом первой степени. Совершить плавание на подводной лодке. Взлететь и приземлиться на авианосце. Совершить полет на дирижабле, воздушном шаре и планере. Совершить поездку на слоне, верблюде, страусе и мустанге. Опуститься под воду на 40 футов и задержать дыхание на 2,5 минуты. Поймать омара весом 10 фунтов и улитку в 10 дюймов в длину. Научиться играть на флейте и скрипке. Научиться печатать на машинке со скоростью 50 слов в минуту. Совершить прыжок с парашютом. Научиться кататься на водных и обычных лыжах. Заниматься миссионерской деятельностью. Стать последователем Юера Трейла. Изучить народную медицину и собрать полезные рецепты. Снять на видеокамеру флона, льва, носорога, гепарда, бойвола, кита. Научиться фехтовать. Освоить джиу-джитсу. Окончить колледж. Посмотреть церемонии кремации на Бали. Исследовать морские глубины. Сняться в танзанийском кино. Сейчас Джон считает этот пункт несбыточной детской мечтой. Купить лошадь, шимпанзе, гепарда, оцелота, койота. Пока имеет шимпанзе и гепарда. Стать радиолюбителем. Собрать телескоп. Написать книгу. Выпустил книгу под названием «Путешествие по Нилу». Опубликовать статью в журнале National Geographic. Прыгать в высоту на 5 футов. Прыгать длину на 15 футов. Пробегать милю за 5 минут. Поднять вес в 175 фунтов. Пока не выполнено. Выполнить 200 приседаний и 20 подтягиваний. Выучить французский, испанский, арабский. Изучить драконовских ящерей на острове Камоду. Лодка перевернулась с 20 минных от берега при этом. Посетить долину деда Соренца в Дании. Посетить родину деда Гондорда в Англии. Свершить плавание на корабле в качестве моряка. Прочитать всю британскую энциклопедию. Уже прочитал большую часть каждого тома. Прочитать всю Библию. И прочитать произведения Шекспира, Платона, Аристотеля, Диккенса, Тора, По, Руссо, Бекона, Хемингуэя, Твейка, Барроуза, Конрада, Толстого, Логенфела, Китца, Ютера и Эмерсона. Пока освоил только избранные произведения каждого автора. Познакомиться с творчеством композиторов. Баха, Бетховена, Дебюси, Мендельсона, Люли, Римского, Корсакова, Алиста, Рахманина, Стравинского, Чайковского, Верди. Уметь обращаться с самолетом, мотоциклом, трактором, винтовкой, пистолетом, канулом, микроскопом. Играть в футбол, баскетбол, стрелять из лука, бросать лассы и бумеран. Сочинять музыку, играть на рояле. Посмотреть фактное нашествие на Бали. Напоить тедавитую змею молоком, был ухушен коброй во время фотосъемки. Зажигать спичку выстрелом из винтовки 22-го калибра. Посетить киностудию, подняться на первые имиды Хеопса. Стать членом клубов и следователем любителей приключений. Научиться играть в поло. Совершить путешествие по Гран-Каньону, обогнуть земной шар. Совершил кругосветное путешествие 4 раза фактически. Слетать на Луну, возможно, когда-нибудь с Божьей помощью. Жениться, иметь детей, иметь пятерых детей. Дожить до наступления 21-го века. Ему тогда исполниться 75 лет. 127 целей, 108 выполнен. Вот так люди ставят цели. А нам всего-то надо научиться зарабатывать деньги. Стать свободным и помогать другим делать то же самое. Желаю вам удачи. До свидания.